Продолжение следует... Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, тихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. Чрезвычайные ситуации Рассмотрим сначала природные чрезвычайные ситуации, то есть вызванные опасными природными явлениями и процессами. Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям нашей планеты с начала цивилизации. Каждый год в том или ином регионе происходят сильные разливы рек, землетрясения, бури и ураганы, лесные и торфяные пожары. В каждой чрезвычайной ситуации присущи свои особенности, характер поражений, объем и масштаб разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. Предотвратить опасные природные явления в большинстве случаев невозможно и в наше время. Но предупредить возникновение или развитие чрезвычайной ситуации можно, как правило, прогнозированием возможных стихийных бедствий и залаговременной подготовкой к защите. К опасным геологическим процессам относятся землетрясения, вулканические извержения, оползни и обвалы, карсты, просадки в лесовых грунтах, переработка берегов. Землетрясения – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упрудьих колебаний. Землетрясения вызывают сейсмические удары, деформацию горных пород, смещение горных пород, снежных масс и ледников в горах, нагон волн, цунами, деформацию речных русел и затопление территорий, извержение вулканов. Землетрясением принадлежит первое место среди природных чрезвычайных ситуаций по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. В нашей стране наиболее сейсмоопасной зоной являются Камчатка и Курилы, Сахалин, затем Прибайкалье, Саяны, Алтай и Кавказ. Вулканическим извержением называется период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие, твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву. При вулканических извержениях возможно сотрясение и деформация земной поверхности, смещение горных пород. Активно действующие вулканы в России имеются на Камчатке и Курильских островах, но и в некоторых других регионах есть вулканы, которые считаются спящими, то есть известны их извержения в историческое время. Вероятность их пробуждения полностью исключить нельзя. Оползень – это смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Обвал – это отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящее главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процесса выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. При смещениях и движениях горных пород возможно сотрясение земной поверхности, удары и динамическое и механическое давление смещенных масс. Карст – это процесс, связанный с повышенной растворимостью горных пород в условиях активной циркуляции подземных вод, выраженный процессами химического и механического преобразования горных пород с образованием подземных полостей, поверхностных воронок, провалов, оседаний, то есть карстовых деформаций. Просадка в лесовых грунтах – это их уплотнение и деформирование при увлажнении с образованием провалов, трещин, воронок. Переработкой берегов называется явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в береговой зоне морей, рек, озер, водохранилищ, под влиянием прибоя, колебаний уровня воды и других факторов, формирующих береговую линию. К опасным гидравогическим явлениям и процессам относятся наводнение, половодие, паводок, подтопление, штормовой нагон воды, затор, зажор, русловая эрозия, цунами, сель, снежная лавина. Затоплением называется покрытие территории водой в период половодия или паводков. Наводнение – это затопление, являющееся стихийным бедствием. При наводнениях повреждаются здания и сооружения, происходит загрязнение почв, грунтов и воды, нарушается работа транспорта и другие условия жизнедеятельности людей. При подтоплении повышается уровень грунтовых вод, что нарушает нормальное использование территории, эксплуатацию расположенных на ней объектов. При подтоплениях возможно загрязнение и засоление почв, коррозия и повреждение подземных конструкций. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодия или паводка, при заторе, зажоре, вследствие ветрового нагона в устье реки. Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей. Половодием называется ежегодно повторяющейся в данных климатических условиях в один и тот же сезон фаза водного режима реки, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая таянием снега и ледников. Затор и зажор – это скопление льдин или шуги, соответственно, в русле реки, вызывающие стеснение водного сечения и связаны с этим подъем уровня воды. Паводки, половодия, зажорные и заторные явления характерны для довольно больших территорий нашей страны. В горных районах возможно возникновение селей и снежных лавир. Сель – это стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающих в бассейне небольших горных рек, в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен. Лавина – это быстрое, внезапно возникающее движение снега или льда вниз по крутым склонам гор. Возникновение лавин возможно на склонах крутизной более 15 градусов и при толщине снежного покрова более 30 сантиметров. Сходы снежных лавин происходят во всех горных регионах России. В цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях. Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько тысяч километров, почти не уменьшаясь. Высота крупных волн у побережья достигает 5-20 метров, иногда доходит до 40 метров. В России цунами наблюдается в основном на дальневосточном побережье. К опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся сильный ветер, смерч, пыльная буря, сильные осадки, туман, заморозок, засуха, суховей, гроза, сильная жара или мороз, которые оказывают или могут оказать поражающие действия на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду. Те или иные экстремальные значения параметров метеорологических явлений и процессов могут наблюдаться практически на всей территории России. Сильным ветром называется движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью свыше 14 метров в секунду. Ураган – это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 метра в секунду. Это, пожалуй, наиболее опасное метеорологическое явление, учитывая повторяемость и величину ущерба. В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураганы, нередко, в свою очередь, являются причиной наводнений и подтоплений, селий и оползней, в зимних условиях возникают снежные бури. Экстремально низкие, как и экстремально высокие температуры воздуха представляют собой значительное отклонение от нормы для данной местности. Экстремальная жара приводит к повышению пожара опасности и аварийности, увеличению заболеваемости и травматизма, наносят ущерб сельскому хозяйству. Экстремальные морозы парализуют жизнь городов, губительно воздействуют на посевы, увеличивают вероятность технических аварий, вызывают обморожение, гибель людей и животных, затрудняют работу промышленных предприятий, различных коммуникаций. Сильные осадки вызывают размыв почвы, дорог, повреждения сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта, подмыв берегов рек, возникновение оповзней, сход селей и лавин. Зимой сильные снегопады увеличивают снеговую нагрузку на различные сооружения, деревья, вызывают повреждения линий связи и электропередач, образуют снежные заносы. Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. К ним относят лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары. Ежегодно возникает более 10 тысяч очагов природных пожаров. Лесные пожары наиболее распространены, приносят большие убытки и порой приводят к человеческим жертвам. Максимум горимости лесов приходится на июль и август. Больше всего природных пожаров возникает на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. На опасность переходов природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики высока и на территории Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской и Волгоградской областей. Теперь немного о биолого-социальных чрезвычайных ситуациях. Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является либо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений. Особо опасные инфекции называются состояние зараженности организма людей или животных, проявляющейся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных, либо летальные исходы. Это чума, холера, натуральная оспа, желтая лихорадка, сибирская язва, пулеремия. Мы видим многолетнюю динамику биового-социальных чрезвычайных ситуаций на территории России. Как видно, их количество подвержено сильным колебаниям. Надо сказать, что большинство инфекций не распространяется по всему земному шару, имея территориальную вокализацию. Место подобной вокализации эпидемического процесса называется эпидемическим очагом. Некоторые трансмиссивные инфекции распространяются только на определенных территориях, называемых природными очагами. Заболевание может возникнуть только при нахождении человека или животного в очаге болезни и нападении на них зараженного переносчика. В современном мире существенное влияние на развитие массовых заболеваний оказывает человеческая деятельность. Антроподенный фактор. Транспортные потоки, массовое перемещение продуктов сельского хозяйства и людей вызывают появление новых на данной территории заболеваний, в том числе инфекционного характера, опасных в эпидемическом, эпизоотическом и эпифитотическом отношениях. Источниками техноденных чрезвычайных ситуаций являются аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии. Хотя больше всего пострадавших приходится на природные чрезвычайные ситуации, печальное первенство по числу событий и по количеству погибших приходится на техноденные чрезвычайные ситуации. Поэтому о них поговорим отдельно. Техноденные опасности и угрозы человечество ощутило и осознало несколько позже, чем природные. Лишь с достижением определенного этапа развития техносферы в жизнь человека вторглись техноденные бедствия, источниками которых являются аварии и техноденные катастрофы. В современное производство все усложняется. В его процессе часто применяют ядовитые агрессивные компоненты. На малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей. Все это увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Довольно часто аварии приобретают характер катастроф, приводят к трагическим последствиям. Источниками техноденных чрезвычайных ситуаций могут быть аварии и катастрофы. Авария – это опасное техноденное происшествие, создающее на объекте определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. Катастрофой называется крупная авария с человеческими жертвами. Как правило, опасность чрезвычайных ситуаций техноденного характера для населения и территории возникает. Во-первых, при авариях на опасных объектах, где используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества. Во-вторых, при авариях на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях, коммуникациях, обеспечивающих жизнедеятельность людей. Это прекращение обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергии, затопления жилых массивов, выход из строя систем канализации и очистки сточных вод. При всем своем разнообразии промышленные аварии подразделяются на следующие. Радиационная авария. Авария, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ или ионизирующих излучений, за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количестве превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. Химическая авария. Авария, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ. Биологическая авария. Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ. Гидродинамическая авария. Авария на гидротехническом сооружении, вследствие которой вода распространяется с большой скоростью. Транспортные аварии подразделяются по видам транспорта, на котором они произошли, и по поражающим факторам опасных грузов. Это железнодорожные аварии и крушение поездов, дорожно-транспортные происшествия, аварии на трубопроводе, авиационные катастрофы. В основе возникновения чрезвычайных ситуаций лежат внешние и внутренние причины. Внешними причинами являются, например, стихийные бедствия, внезапное прекращение подачи энергоносителей, терроризм, войны и другие. Внутренние причины это недостаточная квалификация персонала, ошибки в проектах, физический и моральный износ оборудования, низкая трудовая и технологическая дисциплина работников, неоправданная экономия средств на профилактических мероприятиях. Тяжесть последствий аварии и катастроф во многом обусловлена применением новых регистрации энергии и веществ, опасных для жизни человека, а также оказывающих сильное воздействие на компоненты окружающей среды. На территории региона могут располагаться ядерно, радиационно, химические и биологически опасные объекты, газо- и нефтепроводы, пожаро- и взрывоопасные объекты, гидротехнические сооружения и другие потенциально опасные объекты. В России действует 10 атомных электростанций АЭС, более 60 исследовательских ядерных установок, 17 промышленных предприятий ядерного топливного цикла, 8 научно-исследовательских организаций, работающих с ядерными материалами, несколько десятков судов с ядерными силовыми установками и объекты их обеспечения, около 40 пунктов хранения ядерных материалов, отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, а также более полутора тысяч других предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность с использованием радиоактивных веществ и изделий на их основе. Почти все АЭС расположены в гуссонаселенной европейской части страны. Радиационные аварии с выходом значительного количества радионуклидов в окружающую среду могут привести к радиоактивному загрязнению территории и значительному материальному ущербу, связанному с дезактивацией территории, эвакуацией и отселением жителей, выводом земель и сельхозоборота. Гибель и поражение людей при своевременно принятых защитных мерах, как правило, не происходит. В России функционирует около трех с половиной тысяч предприятий, располагающих значительными количествами аварийно-химически опасных веществ. Это производство удобрений и азотных соединений, производство органических химических веществ, синтетического каучука, пластмасс и синтетических смол. Крупнейшие химические предприятия находятся в республиках Татарстан, Вашкоркастан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях. В крупных городах, как правило, имеются объекты, связанные с использованием водоагентов, жиженного аммиака, а также водоочистные сооружения, на которых содержится до сотен тонн жиженного хлора. Аварии на химически опасных объектах с выбросом опасных веществ могут привести к массовому поражению людей и загрязнению окружающей среды, атмосферы, водных источников, почвы, растительности и так далее. Характер поражений и характеристики зоны заражения зависят от вида опасного вещества, его физических и химических свойств, состояния атмосферы. Пожары и взрывоопасных объектов в нашей стране насчитываются свыше 8 тысяч. Наиболее часто взрывы и пожары происходят на предприятиях нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей промышленности. Пожары и взрывы вызывают разрушение и уничтожение зданий и сооружений, гибель людей, могут создать и вторичные источники чрезвычайных ситуаций. Ежегодно в России различными видами транспорта перевозится более 3,5 миллиардов тонн грузов, около половины из них железнодорожным. Ежесуточные перевозки людей превышают 100 миллионов человек. Следует отметить, что транспорт является серьезным источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легко воспоменяющихся химических, радиоактивных, взрывчатых и других опасных веществ. Такие вещества составляют в общем объеме грузоперевозок около 12%. Также чрезвычайную ситуацию могут вызывать затруднения в работе транспорта в зимний период. В гидротехнических сооружениях на территории Российской Федерации насчитывается около 30 тысяч, в том числе 60 крупных водохранилищ в емкости более 1 миллиарда кубических метров и несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов. Нормальный уровень безопасности имеет около 40% гидротехнических сооружений. В то же время бесхозными являются около 3,5 тысяч. Разрушение гидротехнических сооружений на крупных водохранилищах может привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, множества городов и сел. В мире наибольшее количество погибших от аварий на объектах промышленности и энергетики приходится именно на разрушение плотин. К биологически опасным объектам относятся предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности, исследовательские лаборатории, где используются патогенные микроорганизмы, продукты метаболической деятельности микроорганизмов и микробиологической синтеза. Характерным для биологических аварий является длительное время развития чрезвычайной ситуации, наличие скрытого периода в проявлении поражений, отсутствие четких границ возникших очагов заражения. современные вооруженные конфликты могут привести к большим человеческим жертвам и материальным потерям, а также вызвать неисчислимые страдания выжившего населения и гуманитарные катастрофы на территориях многих государств. Характерными чертами вооруженных конфликтов, как показывает опыт боевых действий последних десятков лет, являются огневое поражение важнейших объектов и элементов инфраструктуры страны, массированное применение высокоточного оружия, постоянные угрозы расширения масштаба конфликта, сокращение интервала времени для подготовки к ведению военных действий, создание территорий постоянной действующей зоны военных действий, активная деятельность диверсионно-разведывательных групп и нерегулярных вооруженных формирований, массированные информационные воздействия. К основным опасностям военного характера для населения относятся 1. опасности, которые проявляются в непосредственном воздействии средств поражения на организм человека. Они приводят к травматическим, радиационным и химическим поражениям, а также к инфекционным заболеваниям. 2. опасности, связанные с воздействием на людей вторичных факторов поражения, возникающих в результате разрушения радиационно-химически-биологически-пожаро-взрывоопасных объектов и гидротехнических сооружений. 3. опасности, вызванные нарушением самой среды обитания человека, лишения его привычных и необходимых жизненных благ и услуг, а именно потери жилищ, нарушения работы систем связи, электро, тепла, газа, водоснабжения и канализации, перебои в продовольственном снабжении и обеспечении предметами первой необходимости, отсутствие возможности оказания квалифицированной медицинской помощи населению, его информирование об обстановке и тому подобное. Характер и подходы к применению военной силы, а также способы вооруженной борьбы изменяются. Возможные войны будут носить преимущественно региональный масштаб и отличаться высокой интенсивностью и скоротечностью. При этом, в качестве объектов для поражения, как правило, будут выбираться важнейшие организации, элементы систем жизнеобеспечения гражданского населения, транспортных коммуникаций и информационных систем. Несмотря на достигнутые за последние годы договоренности о сокращении ядерных потенциалов, запрещении химического и биологического оружия, вероятность применения этих видов оружия массового уничтожения в современных войнах не исключается. Открытие новых физических законов и источников энергии приводит к появлению более эффективных или новых видов оружия, что вызывает значительные, а иногда и коренные изменения в способах и формах ведения боевых действий и в организации войск. Оружие развивается и под влиянием военного искусства, которое выдвигает требования по улучшению характеристик существующего оружия и созданию его новых видов. К так называемым обычным средствам поражения относятся фугасные боеприпасы большой мощности, зажигательные средства, боеприпасы объемного взрыва, кассетные боеприпасы. Термин обычные средства поражения вошел в военную лексику после появления ядерного оружия, обладающие неизмеримо более высотними поражающими свойствами. Основными поражающими факторами при прямом воздействии обычных средств являются ударные действия, действия взрывной волны, поражение осколками и огневое воздействие. Зажигательное оружие включает зажигательные боеприпасы и огнесмеси, а также средства их доставки к цели. Действие зажигательного оружия основано на использовании зажигательных веществ, которые применяют в виде смесей в жидком, желеобразном или твердом виде. При горении они способны выделять большое количество тепла и развивать высокую температуру. Зажигательные вещества на основе нефтепродуктов и органических горючих растворителей типа напалмов сочетают зажигательные свойства с островляющим действием продуктов горения и способностью к налипанию, что приводит к сильным ожогам и затрудняет тушение возникающих пожаром. Действие боеприпасов объемного взрыва основано на подрыве предварительно распыленного облака горючих смесей. Энергия взрыва и поражающие действия боеприпасов объемного взрыва во много раз больше, чем у равных по весу фугасных боеприпасов, снаряженных тротилом. Таким образом, боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными боеприпасами малой мощности и обычными фугасными боеприпасами. Кассетные боеприпасы это авиационные кассеты, управляемые ракеты, реактивные снаряды, которые снаряжены боевыми элементами в виде субснарядов. Над целью субснаряды выбрасываются вышибным зарядом. Количество субснарядов малой мощности разного типа может быть очень большим до нескольких тысяч. Поэтому кассетные боеприпасы могут поражать значительные площади до полутора-двух квадратных километров. Отметим, что Международная Конвенция о запрете кассетных боеприпасов не подписана ни США, ни России, ни Китая. Высокоточное оружие это управляемое неядерное оружие. Боевая эффективность такого оружия сравнима с эффективностью ядерного оружия малой мощности из-за селективности воздействия на выбранные для поражения цели, внезапности нанесения удара, а также значительного сокращения силы средств, требующихся для поражения избранных целей. К основным видам высокоточного оружия относят управляемые авиационные бомбы и управляемые крылатые ракеты различных классов, которые имеют круговое вероятностное отклонение от цели от 3 до 10 метров. Оружие основанное на новых физических принципах лучевое, акустическое и прочее активно разрабатывается в последние десятилетия. Например, лазерное оружие. Луч мощного лазера вызывает быстрое повышение температуры поверхности цели, в результате чего частью оболочки расплавляется и даже испаряется. Такое оружие может применяться для разрушения многих видов техники и поражения людей. Сверхвысокочастотное оружие в виде мощных генераторов радиоволн высокой частоты воздействует на радиоэлектронное оборудование, вызывает сбои отказа в системах управления, обнаружения, наведения и запуска. При достаточно высокой мощности может поражать и живые организмы, нарушая работу мозга и центральной нервной системы. Оружие массового поражения – оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь и разрушений. К оружию массового поражения относятся ядерное, химическое и бактериологическое оружие. Ядерное оружие состоит из ядерных боеприпасов, средств доставки их цели и средств управления. Ядерные боеприпасы относятся к самым мощным средствам массового поражения. Мощность ядерных боеприпасов принято измерять тротиловым эквивалентом, то есть количеством обычного взрывчатого вещества тротила, при взрыве которого выделяется столько же энергии, что и при взрыве данного ядерного боеприпаса. Тротиловый эквивалент выражается в тоннах, килотоннах и мегатоннах. Поражающее действие ядерного взрыва определяется механическим воздействием ударной волны, воздействием светового излучения, радиационным воздействием проникающей радиации и радиоактивного заражения. При взрыве в атмосфере примерно половина энергии взрыва расходуется на образование ударной волны. Поражения людей вызываются как прямым действием воздушной ударной волны, так и косвенно, летящими обломками сооружений, падающими деревьями, осколками стекла, камнями, грунтом и так далее. Мощность светового излучения может быть настолько велика, что поверхность объекта обугливается, облавляется или воспламеняется. На больших расстояниях световое излучение может вызвать ожоги открытых участков тела человека, временное или постоянное ослепление. Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой потоки гамма-излучения и нейтронов. Проходя через биологическую ткань, они нарушают нормальный обмен веществ и изменяют характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению специфического заболевания лучевой болезни. Радиоактивное заражение местности приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных ядерных взрывах. Ядерные взрывы в атмосфере приводят и к возникновению мощного электромагнитного излучения. Это излучение, ввиду его кратковременного существования, принято называть электромагнитным импульсом. Поражающие действия электромагнитного импульса обусловлено возникновением напряжения и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, на земле и других объектах. Поражающее действие проявляется прежде всего по отношению к радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Действия химического оружия основаны на токсических свойствах химических веществ. Главные компоненты химического оружия боевые отравляющие вещества и средства их применения, включая носители, приборы и устройства управления, используемые для доставки химических боеприпасов целям. Это оружие может быть использовано противником для поражения войск и населения, заражения местности, техники и материальных средств. Этот вид оружия обладает большим диапазоном воздействия как по характеру и степени поражения, так и по длительности воздействия. Основные пути проникновения отравляющих веществ через дыхательные аппараты и кожные покровы, возможно и через желудочный кишечный тракт и кровяной поток при ранениях зараженными осколками. По характеру воздействия на живые организмы отравляющие вещества подразделяются на несколько групп. Общее ядовитого действия, нервно-паралитического действия, удушающего действия, кожно-нарывного действия, раздражающего действия, психоденного действия. В момент боевого применения отравляющие вещества распыляются в виде капель, паров, газов или аэрозоля. При разрыве снарядов, мин, бомб, ракет, начиненных отравляющими веществами, издается более слабый и глухой звук по сравнению со звуком при взрыве боеприпасов, начиненных токовзрывчатым веществом. Вместе взрыва боеприпасов, снаряженных боевыми отравляющими веществами, образуется белое или слегка окрашенное облако дыма, тумана или пара. После взрыва остаются крупные осколки. В случае применения отравляющих веществ с помощью выливных устройств, вслед за самолетом появляется быстро рассеивающаяся темная полоса, оседающая на землю. На поверхности земли, растений, построек, отравляющие вещества могут оседать в виде маслянистых капель, пятен или подтеков. Бактериологическое или биологическое оружие это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, зараженные животные, а также средства их доставки, предназначенные для массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, поселок сельскохозяйственных культур. Для поражения людей и животных противник может использовать возбудители различных инфекционных заболеваний. Среди них наиболее грозными являются возбудители, вызывающие особо опасные заболевания чуму, натуральную оспу, холеру, сибирскую язву. Могут применяться также возбудители толеремии, ботулизма и другие. Для перевода рецептуры в боевое состояние используют как боеприпасы взрывного действия, так и валивные или распылительные приборы. Также могут использоваться контейнеры с зараженными переносчиками заболеваний. Применение химического и бактериологического оружия несколько раз запрещалось различными международными соглашениями. Гагской конвенцией 1899 года, Женевским протоколом 1925 года, Конвенцией о биологическом оружии 1972 года, Конвенцией о химическом оружии 1993 года. Тем не менее, исключить возможность применения такого оружия нельзя. В Первой мировой войне удельный вес жертв среди мирного населения составил 5% от всех погибших. Во Второй мировой около половины, а в войнах в Корее и Вьетнаме уже примерно две трети. Поэтому защита гражданского населения от военных опасностей и обеспечение его выживания в условиях войны стало настоятельным велением времени. В соответствии с дополнительным протоколом номер один к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, гражданская оборона рассматривается как выполнение гуманитарных задач, направленных на защиту гражданского населения и оказание ему помощи в устранении последствий военных действий или стихийных бедствий, создание условий для его выживания. Гражданская оборона это система мероприятий по подготовке их защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасности возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноденного характера. Организации и ведение гражданской обороны является одним из важнейших функций государства составными частями оборонного строительства обеспечения безопасности. Органы управления, силы и средства, резервы ресурсов создаются как на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, так и на уровне отдельных организаций и предприятий. С началом военных действий для проведения подготовительных мероприятий и защиты работников приказом руководителя гражданской обороны организации вводится в действие план гражданской обороны объекта. Для населенных пунктов соответствующим руководителям вводится в действие план гражданской обороны и защиты населения. Планы гражданской обороны составляются заблаговременно, то есть в мирное время, и определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны при переводе ее с мирного на военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В плане гражданской обороны, в частности в подразделе по организации защиты работников и населения разрабатываются порядок укрытия в защитных сооружениях, проведение мероприятий по безаварийной остановке опасных производств, кроме участков и цехов с непрерывным циклом производства, проведение комплексной маскировки территорий, отнесенных группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями поражения противника, организация радиационной, химической и биологической защиты, в том числе выдачи средств индивидуальной защиты и дозиметров из запасов имущества гражданской обороны. При возникновении непосредственной опасности военного характера работники объекта прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации и, взяв средства индивидуальной защиты, укрываются в ближайшем защитном сооружении. Если по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища. После нападения противника, проведенной разведки и уяснения обстановки, в случае принятия руководителем гражданской обороны решения на проведении аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ, работники организации принимают в них участие. Все граждане Российской Федерации должны проходить подготовку в области гражданской обороны, принимать участие в проведении мероприятий по гражданской обороне и оказывать содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в области гражданской обороны. К основным способам защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и при военных конфликтах относятся. эвакуация населения инженерная защита населения и территории радиационная и химическая защита медицинская защита эвакуация населения является основным способом защиты населения при крупных чрезвычайных ситуациях природного и техноденного характера в некоторых ситуациях например при катастрофическом затоплении этот способ является единственно возможным Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Эвакуация часто осуществляется в комплексе с другими защитными мероприятиями, укрытием в защитных сооружениях, использованием средств индивидуальной защиты, медицинской профилактикой, а также с проведением противопожарных, инженерных и других работ. Упреждающая заблаговременная эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями, наводнения, оползень, сель и другие. Основанием для ее проведения является краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток. Экстренная, безотлагательная эвакуация осуществляется при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникают угрозы жизни и здоровью людей. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, эвакуация может быть общей или частичной. Выбор варианта проведения эвакуации проводится с учетом масштаба распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих факторов. Основанием для принятия решений на проведение эвакуации является угроза жизни и здоровью людей, оцениваемая по заранее установленным для каждого вида опасности критериям. Эвакуация может проводиться по территориально-производственному принципу или по территориальному принципу. Как правило, эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно, но в некоторых случаях эвакуация может проводиться и в оперативном порядке, в зависимости от реально складывающейся обстановки. Продолжительность пребывания эвакуированного населения в районах его временного размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток. В случае стойкого загрязнения местности или сильных разрушений проводится отселение, переселение людей на постоянное место жительства, возможное временное отселение, переселение людей на срок, измеряемый месяцами и более, при условии возможного последующего возвращения в места постоянного проживания. Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите населения являются Укрытие людей в специальных защитных сооружениях, а также приспособленных для их защиты помещениях, производственных, общественных и живых зданиях. В зависимости от характера опасности, укрытие может носить как вспомогательный к эвакуации характер, так и быть основным способом защиты населения на небольшой срок. В повышении надежности систем жизнеобеспечения, водоснабжения, электропитания, теплоснабжения, при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и военное время, а также повышении устойчивости функционирования жизненно важных объектов социального и производственного назначения. Выполнение ряда градостроительных требований, позволяющие при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и при военных конфликтах обеспечить выход населения из разрушенных частей города, а также создать условия для ввода в пораженную зону аварийно-спасательных сил. Для защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций проводятся и другие заблаговременные инженерно-технические мероприятия, например, противоселевые, противопожарные, лавинозащитные и т.д. Радиационная и химическая защита имеет целью предотвращение или максимальное снижение потерь среди населения и обеспечение его жизнедеятельности в условиях радиоактивного и химического заражения. Мероприятия радиационной и химической защиты включают радиационную и химическую разведку и контроль, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинских средств защиты, выбор и соблюдение режимов поведения людей в условиях радиоактивного и химического заражения, санитарная обработка людей и беззараживание участков местности, дорог, объектов, зданий и сооружений. Медицинская защита – комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-дедейнических, противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление воздействия на людей поражающих факторов. Мероприятия медицинской защиты планируются заранее и включают в себя. Подготовку медицинского персонала к действиям в чрезвычайных условиях. Создание сил и средств медицинской службы и поддержание их готовности к действиям по предназначениям. Заблаговременное накопление медицинских средств, медицинского имущества и техники, поддержание их готовности к применению. 1. Поддержание в готовности больничной базы и развертывание при необходимости дополнительных лечебных учреждений. 2. Проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне поражения. 3. Контроль продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и водоисточников. 4. Проведение санитарно-дедейнических и противоэпидемических мероприятий в зонах чрезвычайных ситуаций. 5. Перечисленные и другие конкретные мероприятия по защите работников организаций и всего населения планируются заблаговременно органами власти всех уровней и отдельными организациями. При этом создаются необходимые запасы и резервы, обеспечивается постоянная готовность необходимых сил и средств, проводятся учения и тренировки, принимаются другие меры. 6. Мероприятия по защите в случае возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноденного характера. 7. Мероприятия по защите в военное время отражаются в планах гражданской обороны объектов и в территориальных планах гражданской обороны и защиты населения. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...